приветствую на своем канале love parfum с вами алексей вы смотрите парфюмерный блог как и обещал сегодня мы с вами поговорим и разберем аромат от марки john varvatos который называется ник джонус хотел его давно этот аромат приобрести и наконец-то приобрел все восемнадцатом году думал куплю-куплю многие из вас кстати уже просили на него обзор еще вот в том году но все никак я не мог добраться и приобрести наконец-то настал девятнадцатый год я решил его приобрести сразу сказать я этот аромат не слышал а купил его вслепую больно мне он понравился до понравился его дизайн в первую очередь потому что на самом деле мне вот здесь вот именно нравится дизайн больше чем сам аромат если брать в другие ароматы забегая вперед до винтаж который я безумно люблю джон varvatos artisan artisan pure то есть мои любимые такие ароматы дарк райдл рейбл до который вот тоже прикольный кожаный такой ну в общем есть у джон varvatos от достойной работы достойный аромат я думаю вы все их прекрасно знаете слышали и они у вас тоже есть но никак не к джонус к сожалению это прям немножко меня разочаровала не знаю даже вот прям мечтал мечтал и все у меня все желание отбила когда я его послушал когда его поносил точнее даже несколько дней и не совсем то что вам не хотелось ну с чего начнем пожалуй распаковываю я его уже давно прямом эфире и кстати распаковка есть в моем инстаграме поэтому кому интересно можете посмотреть перейти в инстаграм из одного него подписаться если вдруг что на него не подписано и сказать как я распаковываю собственно этого красавчика вот такая вот темно-голубая упаковка джон varvatos и ник джонас кто такой ник джонас ник джонас это американский певец значит почему-то я посмотрел так зашел на youtube последний раз что там клипа были два года летри назад то есть по моему ник джонас уже немножко не такой популярный как был ранее и джон варватос вот с ним в коллаборации замутили вот такой почему-то аромат ну видимо может быть джон варватосу нравится не джонас и не знаю его творение творчество как-то в них джонсона может быть нравится вещи джон варватос у нас носит покупать в общем не знаю ну пришли замутили и ароматную говорю сразу мне не совсем удачный получился на мой взгляд коробочка нам больше не понадобится меня очень радует здесь безумно как я говорю ранее дизайн просто бомба просто пушка на 100 баллов здесь просто я мне аромат не нравится но я его оставлю для своей коллекции потому что я хочу чтобы у меня аромат такой стоял на моем парфюмерном столике очень такой темно-синие покрытием как у краска у дорогого автомобиля конечно же безумная прикольная крышка на которой также выглядело джон варватос и ник джонс внутри крышки ничего у нас нет крышка как форме болта она очень весит и металлическая мне это нравится тактильное ощущение прикольно и мы можем с вами видеть на флаконе в какой-то прикольный брелочек он тоже металлический и все это посажено на коже но кожа я думаю что скорее всего не натуральная не проверял с двух сторон написано тоже них джонас и джон варватос также и на самой крышке написано у нас получается джон варватос ник джонас флакон прям реально грубом помпезный прям вот я кстати недавно фотографировал также выкладываю инсту поэтому зацените мои творения лайком буду очень рад вообще если вы еще вдруг не подписан на мой канал подписывайтесь на него и также не забывайте жать колокольчик чтобы не пропускать новые видео ну что же давайте еще раз его нанесем сразу хочу сказать перед нанесением что аромат вышел в концентрации туалетная вода здесь никакой не парфюмированная стойкость у него очень маленькая и он вышел в двух объемах 75 миллилитров и 125 125 мне в принципе нравится потому что 125 хватает надолго в отличие от сотки до соток вообще вот есть парфюмере сотка сотка быстро кончается вас в 25 это прям долго играющая тема мне нравится когда большие флаконы очень я еще долго выбирал между 75 и 125 на все-таки взял 125 потому что на у них небольшая радует дизайн и радует цена то есть эти ароматы вы можете со скидкой купить примерно наверное самый низкий ценник это где-то около 4000 и наверно самый высокий в магазинах где-то можно найти ну 5 там 6 за 125 а за полтинь за 75 еще ниже там три с копейками 2 с чем-то то есть достаточно доступные ароматы джон варватас практически любой вот по моему тамут немножко подороже а все остальные они вот вот такой цены политики поэтому начинающий да вот ребята вы только начинает пользоваться парфюму можете в принципе начинается варватас потому что ароматы не такие дорогие хотя это как бы люкс и на мой взгляд они должны почему стоит дороже чем они стоят на самом деле что же давайте немножко поговорим про сам аромат какой он получился он очень сладковатый он конечно же при новатой такой пряности слышны древесный свежий немножко такой густоватый вот здесь вот этих вот всего понемножку немножко древесины немножко свежести немножко пряностей вот в принципе композиция красиво построена что ничего лишнего и все это приятно прослушивается этот аромат мне кажется больше подойдет конечно на лето чем на зиму очень холодное время потому что холодное время я вообще не вижу не слышу а зимой моего летом и такую немножко теплую осень теплую весну будет самый раз офисный вариант вообще вполне зайдет отлично то есть не навязчивый легкий приятно и мне кажется он больше все-таки для молодой аудитории чем для взрослых мужчин вот как раз таки кто начинает только пользоваться парфюмом 20 лет там 25-30 где-то примерно для этого возраста хотя не люблю делить по возрастам аромата если нравится видите и пользуйтесь а пишите в комментариях как вообще вам аромат знакомы вы с ним не знакомы многие кстати писали вот в том году что алексей сними вот классный аромат но если честно меня он не впечатлил он знаете в стиле монблана легенд я монблан просто легенд не очень люблю в стиле джимми чублю тоже не особо люблю и их работы поэтому и от этого аромата не на столько напоминает мне что-то вот прям совсем далеко-далеко где-то блюда шанель напоминает но это прям вообще далеко-далеко последние ноты которые здесь остаются когда вот он уже проиграть свои три часа что такое цитрусовая легкая остается приятная но не более того то что на моей коже аромат это три часа то есть очень тихо сидит не шлифит просто вот для вас лично не не для кого вот ни на кого не для кого вы то есть как бы ни на кого не произведете впечатление задените этот аромат может быть даже вы никто не заметит по крайней мере он звучит так на моей кожи не знаю как на вашей в стриме парень спрашивал и задал вопрос на как он себя ведет на одежде на одежде я тоже протестировал сходил с ним практически всю неделю волосы там тело одежда два дня на моей одежде держится он но это тоже на мой взгляд очень мало аромата есть которые неделями держится на одежде если носить его на одежде то два дня смело пожалуй вроде бы вам все такое вкратце и рассказал про этот аромат говорю что мне нет кроме дизайна и цены здесь ну ничего мне понравилось разочарование потому что если все-таки покупать то лучше купить на винтаж какой-нибудь или артизан пюр или тот же просто классический кожаный аромат который я люблю то есть это это не то вообще одна из последних новинок марки то есть больше пока ничего не было еще такой же аромат есть у нас и в таком темно-красном цвете он называется christmas ник джонас также christmas то есть это лимитка выходила в 2018 году к новому году поэтому вы можете 2 такой же ведь как я почитал вроде бы ничего не отличается просто цвет больше ничего и где-то я еще видел что серый по моему сейчас скоро выйдет ближайшее время в этом году если я ничего не путаю что касается парфюмера то это гарри фримонт его создал и у него этого парфюмера я посмотрел особо запоминающих работ таких и нету кроме как грейвити вер для тома форма больше ничего такого что касательно нот то это лайм это розовый перец это лаванда это мята шалфей сандал и нота клей рвуд химическая нота такая ну что ж ребят пожалуй на этом все огромное спасибо что были со мной не забывайте подписываться на мой канал если вы вдруг еще на него не подписаны и жать колокольчик чтобы не пропускать новое видео ставить этому видео лайк и конечно же написать комментарий как вам аромат слышали ли вы его знакомы ли вы с ним и планируете ли покупать а может быть он у вас уже и есть его носите и довольствуетесь как я дизайном аромата также хочу напомнить чтобы вы не забыли посмотреть предыдущее видео здесь вот всплывает ссылочка шанель против savage или наоборот это было видео на улице снято с людьми был уличный опрос очень интересно видео на взгляд получилось поэтому затестите его и вдруг кому если интересно другие обзоры на аромат на бренд джон варватес на разные ароматы это артизан это винтаж это просто классический то вы можете как всегда найти на моем канале плейлист ароматы джон варватес и посмотреть все ароматы которые снимал я в принципе продолжу дальше снимать ароматы джон варватес потому что мне нравится этот бренд как бы каким бы он не был стойким нравится очень дизайн в общем всем пока помнить что аромат путешествия времени и до новых встреч на моем youtube канале а